сегодня в перископе индейка брэда пита неопознанный летающий red bull лучший учитель мира чемпионат по пощечинам лагерь для похудания полицейских lamborghini всмятку смотрите прямо сейчас недавно пользователь reddit провел интереснейшее исследование он подумал что будет если подсчитать все калории которые употребил в пищу брэд питт в фильмах и попробовать найти закономерности с выручкой от них глютен тот факт что актер в кино много есть далеко не новый еще в 2013 году сайт зерингер сообщил об этом вот и доказательства подборка сцен с трапезами брэда ведь но если раньше с этого просто смеялись то после исследования стало не до шуток сильное заявление проверять я его конечно не буду автор разбил фильмы с брэдом питтом на три группы первая где актер ничего не ест вторая где съедает менее двухсот калорий третья свыше двухсот в этот расчет входили только те приемы пищи которые показали на экране а то что было за кадром как в триллере 7 в учет не пошло как и употребление напитков вроде кофе пользователь выяснил что в общем счете брэд питт фильмах усвоил 4986 калорий самым сытным фильмом оказался человек который изменил все где актер исполнил роль тренера бейсбольной команды в нем получено 495 калорий еда еда иди ко мне сюда иди сюда ко мне еда тебя я съем сейчас также исследователь подметил что таким образом герой питта заедал стресс второе место занял фильм интервью с вампиром где герой питался кровью я ошибаешься еще из исследования стало ясно что брэд питт чаще всего ест индейку так было в фильмах трое загадочная история бенджамина баттона параллельный мир настоящая любовь и легенды осени но самая интересная часть связана с рейтингами и выручкает кино что-что я говорю кто не работает тот ест учись студент автор утверждает что фильмы с участием брэда пита в которых его герои много ест лучше проходят стадию проката и больше ценятся зрителями надеемся что актер учел это и будет смело пользоваться исследованием желаем брэду питу приятного аппетита и вкусных ролей и снова странное свечение и летающие тарелки совсем недавно небо над лос-анджелесом озарилась странным свечением ученые подумали что это метеор уфологи что это опять нашествие инопланетян только посмотрите на эти кадры понятного тут мало и конечно же начались классические звонки в полицию и просьбы разъяснить аномалию и полиция сделала это они объяснили что над городом снимают кино но так и не раскрыли подробности закрытая площадка но не для меня идем на следующий день после события все стало ясно оказалось что за трюками стояли спортсмены red bull они надели костюмы крылья прицепили на ноги фейерверки и пролетели над городом а а а а Девушки отдыхают Но это не страшно, ведь всегда есть Тунгусский метеорит, перевал Дятлова и прочие летающие тарелки Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию Международная премия Global Teacher Prize завершилась, а ее лауреатом стал 36-летний монах-францисканец Питер Табичи, родом из Кении Эта премия основана благотворительным фондом индийского бизнесмена Сани Вракея, и она включает в себя денежное вознаграждение в миллион долларов Ее вручают тому учителю, который внес выдающийся вклад в свою профессию Ежегодно организаторы получают тысячи заявок, но лучшим из всех стал Питер, и сейчас мы расскажем о нем Питер Табичи преподает естественные науки в одном из поселков Кении В его учебном заведении на одного учителя приходится около 60 учеников А среди технической базы только один компьютер с очень слабеньким интернетом Примерно 80% своей зарплаты Питер тратит на дополнительные уроки, походы в интернет-кафе и поиск материалов для обучения Часть средств он отдает детям из бедных семей и нуждающимся А еще в своей школе Табичи основал свой клуб по воспитанию талантов И вместе с коллегами проводит там дополнительные бесплатные занятия для детей из малоимущих семей Мы считаем, что такой человек вполне заслуженно получил свой приз Ведь его доброта и помощь людям в таких условиях сродни чуду Лауреат премии также сказал, что на вырученные деньги намерен соорудить Школьную компьютерную лабораторию и обеспечить лучшее подключение к интернету в деревне Часть его выигрыша пойдет на поддержку талантливых и нуждающихся учеников в районе А также на сельское хозяйство, выращивание культур, устойчивых к засухе Теперь к новостям о том, как легким способом сублимировать свою злость В Красноярске прошел один чемпионат И что бы вы подумали, там нужно делать? Бить пощечины В рамках спортивного фестиваля Siberian Power Show прошел первый в России чемпионат по пощечинам Правила просты Два соперника по очереди бьют друг друга по щеке Они разделены тумбой для армрестлинга, которая по задумке организаторов должна помогать им не падать после полученного удара Но, к сожалению, некоторым участникам шоу это не сильно помогло Какой он самый подготовленный, посмотри, какая у него пышная борода Борода щекать Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой Вот это жесть Я думаю, здесь хватит Все, это нокаут С этого удара Это все Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Все, 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 все Кстати, на этом видео был победитель соревнований Василий Комоцкий Он весит 168 килограмм И выдает сильнейшие пощечины на соревнованиях Только посмотрите на этот удар Здесь же надо не обидеться, если снимешь кольцо Здесь можно И начинаем Ой-ой-ой-ой Вот это жесть Сразу Сразу же Я думаю, хватит Я думаю, что достаточно Как сказал сам Василий во время представления Его основная деятельность – поедание пельменей Что ж, теперь понятно, что и это может принести свои плоды Видишь, какое диво Недавно полиция Таиланда задумалась над одним вопросом Что делать с толстыми полицейскими? Возьми Весь полные сотрудники выглядят не совсем спортивно А должно быть наоборот И им пришла в голову гениальная идея А именно Отправить полных полицейских на курсы по сбросу лишнего веса Я готов Но если очень надо Пляшите, вас переводят Так они и сделали В тайландском городе Пак Чонг В северо-восточной провинции Открыли специальные курсы по сбросу лишнего веса для полицейских Прямо сейчас их проходят в тестовом режиме Около 200 сотрудников правоохранительных органов Таиланда Все эти мероприятия курирует Центральный полицейский учебный центр Так что все серьезно Спасибо, что поверили мне, мэм Спасибо огромное Я что скажу? Я буду копать до самого дна Я жетон выброшу, но докопаюсь, да правда Этот курс похудания включает в себя тренировки и диеты Длительность не более двух недель Диетолог учебного центра уверен, что такой ход поможет сотрудникам быть быстрее и спортивнее Ведь часто полицейские задания требуют высокой физической активности Полицейские носят специальные карточки, на которых фиксируется вес, день прохождения программы и количество тренировок Авторы этой инициативы утверждают, что нескольким сотрудникам удалось похудеть с 80 до 60 килограммов всего за две недели Кажется, у полицейских Таиланда настало время приключений Ведь похудеть так быстро – довольно сложная процедура Но, вероятно, у них есть свои стимулы Я смоюсь Хорошо Ладно Что будет, если сесть за руль дорогого автомобиля, на короткой дистанции добиться максимального ускорения и случайно не справиться с управлением? Сложно представить, какими могут быть последствия этого Правильно Можно поближе познакомить своего железного коня с ближайшим деревом Неделю назад в Лондоне проходил слет владельцев автомобилей Ламборгини Все прошло отлично и всем все понравилось Однако один из участников мероприятия решил напоследок продемонстрировать силу и мощь своего авто на глазах у зрителей Он вдавил педаль газа так сильно, как мог Но все пошло не по плану Да это ж было безумие Чистая удача Я вообще не контролировал эту ситуацию В конце концов водитель потерял контроль над машиной и свернул с дороги, встретив с распростертыми объятиями отдельно стоящее дерево В момент аварии на тротуаре никого не было, так что все отделались легким испугом Кроме владельца машины Ламборгини превратился в чебурек и вряд ли его можно будет быстро починить Ну раз хватило денег на такую машину, можно будет раскошелиться и на новые крылья Зато какое шоу из этого вышло А на этом все С вами был Перископ Смотрите только интересные видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok